До конца 2024 года участок федеральной трассы А-108, Московское Большое Кольцо, станет четырехполосным. А это значит, что увеличится пропускная способность дороги. Заходом работ на днях наблюдала моя коллега. Две полосы движения, попутная и обратная. Для участка трассы А-108, по которому транзитный транспорт объезжает Серпухов, недостаточно. Работы по капитальному ремонту на участке 348-й, 354-й километр продолжаются. В прошлом году было отремонтировано и расширено 10 километров дороги. В этом до конца года запланировано еще шесть. В настоящее время на участке производятся работы по устройству земляного полотна и основания насыпи для строительства дополнительных полос движения. Также на участке производятся работы по устройству водоотвода и подпорных стенок с помощью габионов. Следующим этапом станет укладка верхнего слоя покрытия из высокопрочного щебеночно-мастичного асфальтобетона, установка линий электроосвещения, светофоров, новых павильонов на остановках общественного транспорта, обустройства тротуаров и ограждения. Населенные пункты, которые примекают к автомобильной дороге, также будут устроены переходно-скоростные полосы левого-правого поворота, которые также повысят безопасность дорожного движения как при съезде с автомобильной дороги, так и выезде с автомобильной дороги. Пропускная способность дороги повысится. Более 7 тысяч автомобилей в сутки. Безопасность движения возрастет. В настоящий момент работы на трассе ведутся круглосуточно. Работаем мы тремя-четырьмя захватками. На данном этапе на объекте у нас задействовано порядка 15 единиц дорожно-строительной техники, около 30 единиц транспортной техники и порядка 20 дорожных рабочих. Проектом предусмотрено строительство трех светофорных объектов. На данном этапе выполнен светофорный объект на перекрестке Судимля-Новая деревня. В этом году планируется построить еще два светофорных объекта. Перекресток Рай-Семеновская-Гавшина и в конце участка на километре 354 – это поворот на Оболенск. В летний период строительные работы будут вестись еще более интенсивно, так как согласно строительным нормативам, не все виды работ разрешается проводить в зимний период. До конца 2024 года ремонт планируют завершить. Субтитры создавал DimaTorzok